Доброе время не суток. Кто зашел в гости, кто не понял, где я нахожусь. Я нахожусь в Национальном Морском музее. Много очень людей. Он открылся после ремонта. Людей очень-очень много, так что без публики не получится снимать. В музее есть очень много макетов разных кораблей, которые попытаюсь заснять. Музей долго был на ремонте и наконец он открылся в ноябре. Поэтому большой достаточно ажиотаж на посещение. Почти как в Лувре. Такое количество людей. Заснять без публики просто нереально, потому что людей очень-очень много. Так что сами понимаете, люди будут попадать в кадр. Музей славится своими макетами. Вот этот макет голландского судна. Находится музей на Тракадера. Здесь останавливается 6 линия метро. Здесь как раз стоит панорама на Эйфелевую башню. Так что практически все посещают эту площадь Тракадера. Очень много мужчин, которые интересуются явно кораблями. Может быть тут и коллекционируются, делают сам макеты. Но интерес повышенный. Какие-то модели буду брать с разных ракурсов, потому что стоят под стеклом, за стеклом и естественно стекло отсвечивает. Поэтому я попытаюсь с разных ракурсов взять, чтобы показать модель с разных сторон. Продолжение следует... Не все модели известны, я не все буду озвучивать, но некоторые очень интересные экземпляры и артефакты я озвучу, что это. Помимо макетов кораблей в музее также представлены картины на морскую тематику. Готово-грусс кто любит живопись, здесь есть живопись. Помимо картин тут есть старинные документы, гравюры. Здесь также есть несколько кинозалов, где идут документальные фильмы и прекрасная живопись на морскую тематику. Я посещала когда-то давно этот музей, после реставрации он стал еще более интересный и яркий. Рекомендую к посещению. Тут есть такие потрясающие картины. Спасибо. 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 В музее имеются экспонаты очень старинные 17-18 века, которые когда-то были на кораблях. Вощества то есть «Я baja очень теме» что равно может ждать. Мне кажется теперь очень много денег. Некоторые картины находятся очень высоко, и мне сложно их взять в кадр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Монументально, очень даже впечатляет. Узнали, это Наполеон Первый. С размахом все тут сделано. Такая декорация оформления была раньше на галерах. Сегодняшний мой билетик, седьмое, четверг. Вот такое оформление было на галерах. Вы узнали этого усатого красавца? Ну как его не узнать? Это же Генрих Четвертый, дамский угодник. Муж королевы Марго. Он везде и всюду во Франции. Самый мой любимый персонаж. Ну вот галера, уменьшенные кодки и оформления. Мне кажется, что это кабинет сирен. Сирены, которые морские были. На каждом корабле же были статуи сирен разных. Ну и иногда были другие украшения. Может быть, я ошибаюсь. Но, как я поняла, это посвящается именно вот этим украшениям. Как производилось украшение для кораблей дизайна. Муж вначале я неправильно перевела. Скажем так, отдел посвященный декорации и украшениям кораблестроения в давние времена, скажем так. Идем на нижний этаж. Тут сидит школа, так что я не могу все показать. По-французски я нахожу сейчас минус первый этаж. Здесь выставлены большие полотна, датированные 17 веком. На натуральную величину. Экспонант. Шестнадцатый век. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ждала, когда откроется после реставрации музей... Подводные лодки тоже включаются... Макеты... И авианосец... Пристальное внимание публики... Большая модель... Это авианосец... Шаг де Гольф... Сейчас я поднялась на первый этаж... По-нашему, это второй... Но я ждала, что я еще не всю засняла... На Ред-Шоссе по-французски... Это по-нашему первым... Я еще спущусь вниз и там поснимаю... Есть военные корабли... Есть круизные лайнеры... Тут показано... Какие каюты... Где располагались на корабле... На нижних половах... Машины... Самолеты... Чуть дальше... Каюты... Тут у нас первый класс... Резвица... И этот огромный корабль называется... Нормандия... Ну, почти как Титаник... Это... Это самая Нормандия... Это день fee... У vague... Нет... бутик на этом просмотр национального морского музея заканчивается и все уже про экологии идет экология всегда в конце ну немного презентации на входе здесь вот я уже вышла из музея а